На сцене балерины самого разного возраста показывают, чему научились за этот год. А в зале ни одного пустого кресла. За артистками наблюдают их главные поклонники и родители. Сюжет сказки классические о маленькой доброй девочке, которая выросла в сказочном лесу и не хочет выходить замуж за старого крота. Главная роль досталась 12-летней Варваре Фатеевой. Ну вот когда вот только все начиналось, мне вот было страшно достаточно. Но когда все началось, уже все нормально все было. Было уже нетрудно, все было хорошо. Пикантный момент. Труппа школы театра балета состоит полностью из девочек. А некоторые роли требовали мужского присутствия. Поэтому пришлось привлекать супергероев со стороны. Вот в роли жука блистает Михаил Моисеев. Это сын руководителя школы театра балета. Когда-то он занимался этим видом искусства. А крот – это приглашенная звезда. Макар Котельников – участник другого бального коллектива. Было волнительно, скорее всего. Потому что для меня это чужой концерт. Меня мама попросила станцевать две роли. Это роль жабу и жука. Ну, прикольно. Новый опыт, да? Угу. Новые друзья. Постановка «Дюймовочки» стала возможной благодаря гранту культурно-образовательного проекта, который выиграла школа театр балета. В нашем спектакле были задействованы все группы. Практически все. Не участвовало два класса. Практически, да? Весь коллектив школы. То есть от маленьких, от второй подготовительной группы, это пятилетки, и до старших, это 17 лет, это выпускники. Все принимали участие. Действительно, выпускницам расставаться с любимой школой будет грустно. Роль мыши исполнила Валерия Чухланцева. Она собирается поступать в колледж культуры в Перми. Грустно расставаться с балетом. Столько вместе прошли. А после антракта действо на сцене продолжилось. Зрители восторгались выступлениями выпускниц, которые впервые танцевали на этой сцене совсем маленькими девочками, а теперь превратились в настоящих прекрасных лебедей. Евгения Кшарова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.